ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджи сегодня вашему вниманию хочу предложить татарское лакомство чак-чак по вашим многочисленным просьбам у нас в дагестане это лакомство называется аришта халва и я считаю что по праву такая вкусная халва является символом татарского гостеприимства у нас такую халву готовят на свадебные торжества на сватовство на праздники религиозные это очень вкусное лакомство я всем вам рекомендую настоятельно его приготовить хотя бы один раз это очень вкусно и так давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне начинаем приготовление теста с погашения соды вы видите чуть больше пол чайной ложечки соды добавляем одну чайную ложечку уксуса девяти процентного все зашипело погасили вот как выглядит у нас и сейчас будем вбивать в глубокую миску 8 яиц добавляем сюда один пакетик ванилина а также добавляем немножко щепотку соли для баланса вкуса и все хорошенько взобьем венчиком вот таким ручным венчиком маминых времен сюда же добавляем погашенную соду все помешиваем немного и будем следом отправлять сюда муку пшеничную высшего сорта заранее просеянную у меня 630 грамм вы смотрите по вашей муке нужно замесить мягкое тесто так чтобы отлипало от рук наше тесто готово посмотрите какой консистенции оно должно быть мягкой не липнет к рукам отправляем его в емкость накрываем крышечкой и дадим отдохнуть ему минут 20-30 тесто готово посмотрите какое оно приятное очень удобно с ним работать правда его нужно будет подпылять мукой чтобы удобно было раскатывать на рабочую поверхность я отправляю немножко муки делю на 4 части чтобы удобно было раскатывать и нарезать лапшу скатываем каждый кусочек теста в шар положу каждый шарик на отдельную тарелочку накрою пленкой чтобы не заветривалась тесто и начнем раскатывать а сейчас каждый шарик раскатываем в пласт толщиной где-то 2 миллиметра подпыляем мукой так как тесто немножко прилипает и будем формировать лапшу и обжаривать ее во фритюре обычно я готовлю вот так сворачиваю скалочкой перед тем как нарезаю лапша обязательно натачиваю нож вот так прорезаю пополам перерезаю пополам еще раз и уже складываю друг на друга если они у вас хорошо мукой подпылены вы спокойно нарежете лапшу и нарезаем можно коротенькими можно длинными они все равно потом когда будем формировать они будут такие какие нужно обжаривать мы будем во фритюре и для этого я взяла большой сотейник наливаю сюда где-то полтора литра растительного масла без запаха и ставим на средний огонь убеждаемся что масло наше готово опускаем деревянную лопаточку если пузырьки поднимаются значит готово и все отправляем лапшу в горячее масло сразу помешиваем очень нужно это делать деликатно аккуратно чтобы не обжечься и все хорошенечко перемешиваем сразу чтобы масло обволакивала всю лапшу видите она моментально увеличилась и жарим и и обжариваем до золотистого цвета откидываем большую емкость можно постелить полотенце бумажное чтобы излишний жир стекал вылавливаем лапшу шумовкой и все так же повторяем этот процесс снова нарезаем лапшу обжариваем ее и собираем большой емкости удобнее всего работать в паре как мы это делаем с дочкой я катаю лапшу она обжаривает а сейчас сотейник отправляем сахар будем готовить сироп 1 килограмм сахара и добавляем 3 грамма ванильного сахара и 600 миллилитров воды комнатной температуры будем варить сироп на среднем огне постоянно помешивая вода испарилась и начинает пузыриться сироп проверяем на воду если наливаем капельку и она собирается значит готов сироп в конце варки добавляем чуть больше пол чайной ложечки лимонной кислоты сухой все хорошенько перемешиваем все сироп наш готов и мы в него добавляем 2-3 столовые ложечки меда можно все хорошенько перемешиваем наш сироп готов он еще горячий и вот горячим мы заливаем лапшу жареную и сейчас еще добавляем жареный арахис 200 грамм на моем канале есть видео где я добавляю под названием аришта халва кунжутное семя поджаренное очень вкусно посмотрите пожалуйста может вам понравится ссылочку я оставлю на экране под видео в описании заливаем все горячим сиропом и большой деревянной ложкой вот так все перемешиваем можно лопаточками очень аккуратно потому что можно обжечься очень горячий сироп и пока он горячий вот именно нужно мешать чтобы все охватило сиропом всю лапшу охватила специально я выбрал для этого большой таз глубокий чтобы не вываливалось ничего обычно я вот такую лапшу готовлю вот такую халву на 15 яиц это конечно очень много получается на торжества на праздники вот сейчас на уроза байрам как раз я готовлю вот эту вкусную халву у нас она пользуется большой популярностью в дагестане в дагестане разного вида халву мы готовим и я со временем буду с вами делиться оформлять чак чак я буду в большом марокканском подносе он у меня в диаметре 42 сантиметра и сейчас я все выкладываю сюда и будем формировать красивый большой купол для того чтобы удобно было формировать я обязательно возьму тарелочку с водой чтобы обмакивать руки и чтобы лапша не прилипала все хорошенько я плотненько уложила у нас получился вот такой замечательный купол и сейчас будем украшать грецкими орехами то есть их дольками цельными я поливаю сиропом делаю такую дорожку и по этой дорожке приклеиваю дольки грецкого ореха а сейчас я подготовила вот такую золотую обсыпку и будем сверху напылять грецкие орехи для гламура и так наше лакомство великолепная татарская чак чак готова посмотрите какое оно нарезается какое на в разрезе всегда интересно посмотреть как же оно получилось хрустящее очень нежное пористое внутри вкусное всем рекомендую приготовить порадуйте своих близких на праздники на выходные это очень вкусное лакомство и так дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими пишите в комментариях как получается у вас я вам буду очень благодарна если вы впервые на моем канале обязательно подписывайтесь и не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я вам желаю всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч на канале вкусная еда сходить до новых встреч пока пока друзья